Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Судя по гостям как раз можно сказать Что это кировчане Как начальники это истории Начальники с точки зрения того что Начинают эту историю Да вот но на самом деле Это наша совместная Наверное первая такая Самоорганизованное Мероприятие Хотя на самом деле в прошлом году В Крыму у нас состоялась Первая школа консультантов инициативного бюджетирования. Это такое профессиональное собрание экспертов в области инициативного бюджетирования, когда те ребята, которые непосредственно руководят проектными центрами, занимаются работой с жителями, с муниципалитетами, со школами, они собрались вместе и, в общем-то, свои профессиональные проблемы стали обсуждать. Все это мы делаем, на самом деле, под чутким руководством инициативного бюджетирования, нефиминфина России, то есть это тот центр, который на сегодняшний день, на мой взгляд, является основоположным, вообще создателем инициативного бюджетирования и как термина, и как движения, потому что в Российской Федерации инициативное бюджетирование, ну, такое достаточно заметное движение, и этому способствует как раз вот та научно-исследовательская деятельность, которой занимается центр инициативного бюджетирования и лично Владимир Владимирович Вагин. Вот, и Владимир Владимирович как раз обмолвился в одной из наших поездок, что неплохо бы продолжить, собственно, собираться профессионалами и обсуждать проблем, тем более, что проблем немало. Инициативное бюджетирование, несмотря на сложности в современной жизни, оно на самом деле развивается, существует множество, скажем так, интересных явлений, трендов, и самое главное, как инструмент вовлечения граждан в решение бюджетных вопросов, инициативное бюджетирование, ну, на наш взгляд, на сегодняшний день незаменимый механизм государственного и муниципального управления, и поэтому мы вот собрались, скажем, поговорить о серьезных вопросах без галстуков, пригласили наших друзей, гостей, это все, члены Альянса консультантов инициативного бюджетирования, Альянс консультантов стал как раз той площадкой, которая объединяет на сегодняшний день ребят из Красноярского края, из Республики Башкирия, вот к нам приедут сегодня буквально из Пермского края, из Савропольского края, из Москвы, из Твери, из Великого Новгорода, из Ханты-Мансийского автономного округа, из Костромской области, то есть, на самом деле, сегодня более 70 субъектов занимаются развитием практики инициативного бюджетирования, в каждом регионе есть консультанты, и мы стараемся как раз собрать тех, кто, ну, может быть, дольше всего в профессии, и мы пытаемся глубже погрузиться в серьезную тематику работы с гражданами, с жителями, потому что объединить инициативу гражданскую и бюджетные возможности сегодня это очень сложная задача, но очень эффективный такой инструмент, и вот мы будем в течение двух дней этим заниматься. Вообще, вот что такое консультант инициативного бюджетирования? Это человек, который является основным связующим звеном между гражданами, заинтересованным в реализации инициативного бюджетирования, и теми органами власти, которые инициируют инициативное бюджетирование, выделяют из своего бюджета деньги. Сегодня в Российской Федерации таких людей, вот по данным того мониторинга, который мы проводим уже на протяжении семи лет, по заказу Министерства финансов Российской Федерации, свыше 400 человек, то есть те, которые называют себя профессиональными консультантами. Не обязательно, что это главная работа у человека такая, но это та работа, в которой он считает, что у него есть важные компетенции. Хотя занимаются самой организацией инициативного бюджетирования в России еще и представители органов власти государственной, муниципальной, тоже около 2000 человек этим заняты. Но надо сказать, что вот в Кировской области мы почему-то привыкли чаще всего слышать, когда мы говорим про инициативное бюджетирование, про проект ППМИ. А так ведь инициативное бюджетирование, это не только проект поддержки местных инициатив. Мы знаем, что у нас, например, наше Министерство финансов Кировской области, у них есть проект «Народный бюджет». Это та же самая история, ну это тоже про граждан и про власти и про взаимодействие. Мы стараемся говорить, чтобы более точно, понятийно это было понятно. Мы говорим про то, что в Российской Федерации сейчас есть несколько моделей партисипаторного бюджетирования. Одна из самых известных это как раз ППМИ. Но кроме этого есть модель бюджетных комиссий, которые реализует Европейский университет в Санкт-Петербурге. Теперь у нас уже появились модели школьного инициативного бюджетирования самостоятельные. И каждый регион в меру своего желания заниматься инициативным бюджетированием, а сейчас уже 75 регионов из 85 заявляют о том, что они занимаются инициативным бюджетированием, реализует на своей территории те или иные практики. То есть внося в модель определенные изменения, связанные со спецификой региона, и появляются тогда региональные практики. Есть еще несколько разных моделей, но чтобы уже не слишком загружать. Эти практики, они реализуются по одному сценарию, с точки зрения финансирования, распределения вот этих вот средств, которые поступают на проекты, или по-разному? Очень близко. Очень близко. Очень близко. Да. То есть, в общем, как правило, что происходит? Вот когда модель уже состоялась, была апробирована, как вот случай с ППМИ был, апробация этой модели началась в 2006-2007 году в Ставропольском крае, продолжалась в 8 регионах, в 8 субъектах федерации до 2014 года. В Кировской области тоже. В Кировской области тоже. Кировская область была второй после Ставропольского края, где началась эта реализация. И на самом деле нужно сказать, что сегодня кировские консультанты и Кировская область являются одним из важнейших центров компетенции в сфере проектной культуры инициативно-бюджетированной. Мы не просто так поехали в Киров и понимаем прекрасно о том, что действительно здесь накоплен уникальный потенциал, и бывает обидно, что этот потенциал не востребован до конца. И нам бы хотелось обратить лишний раз внимание на то, что у Кировской области действительно есть то, чего нет у других. Мы видим, как сегодня выделяют по 200-300 миллионов рублей ежегодно регионы, но у них гораздо слабее проектное сопровождение процесса, гораздо слабее консультанты от этого качества. Но при этом даже дело не в том, что они есть. Это тоже регионы, в общем-то, не самым сильным бюджетом. Но просто есть понимание региона, что этим надо заниматься. Ну, очень надеюсь, что в Кировской области действительно понимание это, оно, не знаю, вернется, может быть, да, потому что на протяжении многих лет обсуждается же ситуация с тем, что каждый год начинается с того, выделят деньги на проект или не выделят деньги на проект. Я, может быть, ошибаюсь? Нет, Аня, вы не ошибаетесь. Мы с вами тут неоднократно общались по этому вопросу, да, и вот мы с Евгением Михайловичем входили в рабочую группу по разработке законопроекта в составе общественной палаты, когда как раз единственным вопросом, который, ну, хотели предложить для наших депутатов законодательного собрания к решению, да, то, что установить этот бюджет как некий психологический... Процент от дохода. Да, да, бюджет, это, ну, собственно, узаконить некое постоянство использования вот этого механизма. Ну, мы говорили про ППМИ в первую очередь, да, сегодня мы готовы говорить вообще на самом деле про гораздо большее количество практик, подходов, потому что сегодня практически в любой отрасли нашей жизни практики, ну, механизм инициативного бюджетирования может использоваться. И вот... А, Миш, можно я вот скажу про деньги? Давайте про деньги. Значит, вот еще одна из вот событий, наверное, да, последнего года, это то, что кировские консультанты принимают участие в той программе, которую реализует Министерство финансов Российской Федерации по сотрудничеству с Министерством финансов Республики Узбекистан. Ага, уже международный уровень. Да, и коллеги, значит, и Михаил Шевелев, и Евгений Дрогов в составе, значит, команды научно-исследовательского финансового института принимали участие в проведении учебных мероприятий и сейчас вот в консультационных уже мероприятиях. Так вот, цифры в Узбекистане. Первоначально они начинали с того, что 10% дополнительных доходов областных бюджетов шло на инициативное бюджетирование, сейчас у них 30% дополнительных доходов ведут на эти 5% доходов областных бюджетов и плюс к этому 50% от фонда ремонта дорог. Значит, вот эти цифры, во что они превратились? Сегодня, значит, программа инициативного бюджетирования, как она реализуется в Узбекистане, самая заметная из всех государственных программ в республике. Сегодня, значит, треть населения Узбекистана голосует за выбор тех проектов, за которые они хотели бы, чтобы были потрачены деньги. Охват, вообще говоря, этим процессом был настолько феноменальный, что мы, ну, в общем, мы как-то сами не ожидали этого эффекта. Да, мы два года работали с коллегами, учили их и показывали эффекты, но когда вот это все произошло, это действительно, в общем, было поразительно. В Российской Федерации тоже есть уже определенные цифры в отношении инициативного бюджетирования. Первое, два с лишним года назад президент страны на Совете по местному самоправлению заявил о необходимости того, чтобы 5% местных бюджетов расходовались с учетом мнения граждан. Расходуются? Нет. Ни в одном субъекте Федерации этого, к сожалению, не произошло. Президент сказал, а в местной власти не выполняют? Нам это тоже удивительно. А ей-ей. Но это так, да. И это, тем не менее, установка осталась, и ряд целых регионов себе поставили такие задачи и пытаются это делать. Это первая цифра. А второе, что нужно сказать, у нас с прошлого года действует федеральный закон, который предполагает уже теперь на законодательной основе, это одна из форм реализации совместного самоуправления в Российской Федерации. Она называется инициативные проекты граждан. И эти инициативные проекты граждан в наилучшей степени сегодня подходят для муниципального уровня власти. Да, то есть это уже не просто наши пожелания, как людей, кто верит в эту технологию, верит в этот инструмент, но еще и инструмент государственный. Государство сегодня местному самоуправлению дало еще одну из форм реализации участия в такой вот форме. А в Красноярском крае, Елена, как все происходит? Так. В Красноярском крае, наверное, вот как раз мы, те, кто после 2016 года начали реализацию практики инициативного бюджетирования, но сегодняшний день это как раз модель программы поддержки местных инициатив. И если говорить про кировский опыт, ну это вот, наверное, для нас, как консультанта в Красноярском крае, так и самопрактика ППМИ в крае, ну один из флагманов в свое время был. И даже если обращаться, ну, наверное, к условиям программы, к проработке критериев, подходов, вот как у вас здесь происходит, наверное, мы до сих пор где-то не дотягиваем, то есть мы еще развиваемся. А нам, наверное, краю повезло в большей степени, потому что все, что связано с сопровождением практики инициативного бюджетирования, которое, безусловно, должно быть, потому что, когда мы говорим о процедурах участия граждан и вообще о развитии любой практики инициативного бюджетирования, сопровождение должно быть. У нас в Красноярском крае создан изначально был проектный центр, и здесь интересный опыт, что здесь есть, безусловно, конечно, государственное участие ведомства, которое реализует программу, это как раз Министерство финансов, но в то же время основная такая конституционная нагрузка и, в принципе, проработка форматов сопровождения это вот как раз за нашим институтом. Опыт института, сейчас уж мне дали слово, он уникальный для Российской Федерации, это вот тоже такая структура, которую создавало в свое время тоже и правительство Красноярского края в 2003 году, когда появился 131-й федеральный закон, и основная его задача была именно оказывать содействие органов местного самоуправления по переходу на рельсы нового закона. И за эти годы мы как раз развили разные направления сопровождения органов местного самоуправления. Не отворачивайтесь от микрофончиков. И как раз, когда появилась программа поддержки местных инициатив, этот опыт очень даже понадобился. И вот уже 6 лет как раз на базе нашего института работает проектный центр. Если говорить о каких-то успехах, то успех практики инициативного бюджетирования в крае это то, что мы начали работать на весь край. То есть из пилотного формата уже в такой, в устоявшийся перешли. Сообщество консультантов инициативного бюджетирования в крае, безусловно, складывается. Ну вот Владимир Владимирович приводил цифры, что около 400 консультантов по России. У нас это штучный товар. Именно поэтому вот такие площадки профессиональных коммуникаций, которые проходят как на базе научно-исследовательского финансового института в регионах, он очень необходим как и для развития нашего профессионального сообщества, так и для развития вот этих практик инициативного бюджетирования. И в принципе практик, когда мы видим, что взаимодействуют представители власти, представители местных сообществ, потому что по сути мы крутимся вокруг и тех же моделей. Они где-то, конечно, отличаются, но все равно есть дефицит в новых форматах, в новых моделях и даже дефицит в понимании, как же развивать дальше в одном регионе, например, чтобы появлялись новые практики, как мотивировать те же муниципалитеты. Вот Владимир Владимирович приводил пример нового закона по появлению инициативных проектов. Не знаю, какие будут результаты мониторинга по прошлому году, но всплеска-то появления и реализации на системной даже основе в муниципалитетах такого нет. А по сути механизм-то есть, когда люди принимают участие в принятии решений по расходованию бюджетов, когда они говорят, куда же лучше эти деньги направить. По идее это всем нужно, и власти, и гражданам. Но почему не всегда эти механизмы работают? Это вот тоже, наверное, будет один из вопросов слета. И что, наверное, нам интересно профессионально, то, что мы сейчас будем объединять наш опыт, наш, как говорится, ум-интеллект вместе, возможно, даже по решению какой-то локальной проблематики именно в Кировской области. То есть у вас кейсы такие будут, получается, которые вы будете решать? Нет? Ну, да, и надеемся, что вот такая практика самоорганизованных мероприятий, она, в принципе, ну, опробируется, да, и будет уже на ежегодном, на каком-то постоянной основе. Елена, я уточню про деньги, хочу спросить. Вот у вас с точки зрения финансирования, как все выстроено? То есть у вас есть какая-то сумма определенная, которая каждый год выделяется? То есть у вас есть какой-то процент? У нас в Красноярском крае, во-первых, есть закон по содействию развитию местного самоуправления. Он у нас 16-го года. В рамках этого, на основе этого закона у нас принята государственная программа тоже содействия развитию местного самоуправления. В ней есть ряд подпрограмм по различным вопросам, связанных с поддержкой МСУ. И в ней как раз есть подпрограмма о поддержке местных инициатив. В связи с этим, по идее, ежегодно все знают, что деньги на ППМИ есть. Уже на основании порядка проведения конкурсных процедур эти деньги распределяются. Установлены есть размеры сейчас межбюджетные трансферты, то есть на которые могут рассчитывать муниципалитеты, которые участвуют в программе. Поэтому у нас в этом плане вот эта сумма, она узаконена. То есть есть плановый бюджет на три года, она может увеличиваться, потому что у нас было от пилотного формата уже к формату, когда у нас весь край участвует. Но вот если в Кировской области, не знаю, как сейчас, просто помню раньше, была расширена линейка и по типам муниципалитетов, по количеству проектов, даже по тем инициаторам, кто может инициировать и выходить для участия в конкурсе. У нас это в основном поселенческий уровень. Изначально, как ППМИ, по-моему, и разрабатывалось, для поселенческого уровня, это сельские городские поселения. В этом плане в городских округах у нас такая программа не действует. Есть примеры своих практик инициативного бюджетирования в городских округах, это отдельный вопрос. Ну и, в принципе, на этом, наверное, с инициативным бюджетированием всё. Но был опыт в Красноярском крае в отдельных муниципалитетах вот такого гражданского участия. То есть люди могли выдвигать проект, и муниципалитет, например, мог его там субсидировать на 50%. Там ещё какие-то вещи, но как бы это такой практикой штучной, наверное, было. Поэтому я говорю, что в этом плане нам повезло, деньги в программе есть, проектный центр есть. Но вот так вот постепенно движемся. Консультанты тоже есть. Консультанты тоже есть, добавляет Евгений Дрогов. Что на Ставрополье у нас, к Сергею Арестову обращаясь. Там, как я понимаю, Ставрополье сказали уже наши гости, да, это вот вообще пионеры. Родина ППМИ. Родина ППМИ, да. В каком году у вас всё началось? Началось всё в 2007 году. Тогда, да, были запущены первые территории для участия в ППМИ. Для начала определили восточный районный край. Это такие удалённые от центра территории, с очень сложной географической ситуацией. То есть засушливые регионы, откуда был большой отток населения. И, собственно, одной из целью, да, ППМИ тогда было удержать население в этих территориях, чтобы, так как эти территории у нас являются одним из самых передовых в плане аграрным. Регион сам по себе аграрный, а эти территории наиболее приспособлены для земледелия и жертвоводоводства. Кадры должны остаться на месте, не сбежать. Молодёжь уезжала, дабы это всё хоть как-то сдержать, приостановить и благоустроить эти территории, потому что они на самом деле были в самом тяжёлом финансовом положении в плане благоустройства. Было принято решение поработать там. На протяжении, ну, почти 10 лет в рамках пилота всё это было только там. И уже вот с 2017 года впервые распространилось на территорию всего края. Было выделено дополнительное финансирование, так как проектов было больше. И, в принципе, да, годом местных инициатив у нас стал в Ставропольском крае 2017 год. И пошла реализация проектов на территории всего края. А в этом же году у нас появился проектный центр, появился отдел инициативного бюджетирования в учебном центре Министерства финансов. И, собственно, наверное, с этого времени и пошла вот такая вот активная работа уже на территории всего края. И порядка 150-200 проектов в разные годы реализовывались. Ну, и учитывая то, что наши муниципалитеты, наши населённые пункты достаточно крупные. То есть у нас сёла есть и по 12 тысяч человек, и по 15 тысяч человек. Это по-прежнему село. Соответственно, и проекты были более масштабны, чем в начале. Ну, и сейчас мы выходим, опять же, на те же цифры. Порядка 200 проектов в год. И также запланировано финансирование на ближайшие три года. Всё это в программе есть. Всё это уже поставлено на поток. И жители края уже, особенно тех территорий, которые давно участвуют, у них уже всё распланировано на ближайшие пять лет. Потому что уверенность в том, что программа будет реализовываться и в последующем, она также есть. И люди активно участвуют в реализации всех этих процессов. А в Кировской области есть такая уверенность? К Евгению Дрогову обращаюсь. У нас, как Михаил уже сказал, у нас уверенности на протяжении практически всего периода полной уверенности нет. Вот у нас каждый год мы замираем и ждём. Дадут денег или не дадут? Дадут, сколько дадут. В какой-то программе окажется, в рамках какой нормативной базы это будет реализовываться. Будут консультанты, не будет консультантов. Ну и если я вам напомню, первые годы мы очень бурно развивались. Вот Сергей сказал, что 10 лет у них шёл пилот. А у нас первые пять лет каждый год был пилот. Сначала шесть районов области, потом вся область. Потом появились проекты уровня муниципальных районов, полномочий районов. Потом городские округа подключились. Потом появился такой небольшой проект для садоводческих товариществ, которого уже нет сейчас. Но потом появились новые инновации в типологии. Начали, скажем так, с учётом жизненных реалий меняться. Приоритеты жителей. Ну и приоритеты, и корректировались критерии конкурсного отбора, которые, например, изначально были настроены на то, чтобы запустить эту программу, чтобы в неё люди поверили. А потом меняются цели, меняются эти критерии. Вот, то последние 3-4 года мы видим даже, наверное, больше 5 лет. Мы видим, что развитие вот такого, даже не то, что бурного развития, как первые годы, а вообще развития, его нет просто. И тот потенциал, который был наработан первые 5-7 лет, он продолжает реализовываться. То есть сам проект себя, в общем-то, выводит каждый год на новые горизонты, которых нет на самом деле. Поэтому, может быть, вот наше мероприятие этих двух дней, сегодня и завтра, как раз и призвано к тому, чтобы как-то привлечь и общественность, которая активно участвует в этих процессах все эти годы и планирует участвовать дальше, и уровень муниципального самоуправления, где есть свои наработки и интересные, в общем-то, предложения. Ну и показать нашему новому губернатору и формирующемуся правительству о том, что то, что работало вчера, не обязательно будет работать завтра. И нужна новая кровь, нужны новые идеи и понимание, как это можно развивать дальше. Ну вот Елена и Сергей говорят, что у вас специально, фактически, под вот этот проект, под инициативное бюджетирование созданы, как я понимаю, при органах власти специальные центры. У нас в Кировской области такого нет, разговоры об этом велись довольно долго, о том, что нужен какой-то ресурсный центр, что нужно какое-то, не знаю, там, министерство, ведомство, отдел в правительстве. Да? Насколько я помню, этим занималось Министерство социального развития, но там ведь не было никак это оформлено в какую-то определенную организацию, либо еще что-то. Ваня, знаете, мы... Да? Или это необязательные условия? Вот два года, по сути, мы не сопровождаем... Проект. Такой проект, да. То есть и полевую работу, и работу министерства не сопровождаем. В общем-то, я даже готов сказать спасибо правительству Кировской области, потому что освобождение нас от этой работы позволило нам больше, что ли, погрузиться в те возможности, которые вообще есть в этих процедурах других регионах. А кировчанам не позволило? Ну, у нас... Я вот сейчас слушал Елену Сергея, да, немножко по-другому даже послушал, хотя мы давно знакомы, очень много друг про друга знаем. И я могу сказать, что у нас не состоялся проектный центр. Да, у нас есть определенные отделы в министерствах, которые дополнительно к своей основной работе занимаются теми проектами, которые мы называем проектами инициативного бюджетирования. Но это не специализированные проектные центры, которые занимаются вовлечением граждан в решение вопросов с использованием бюджетных средств. То есть это вообще механизм вовлечения граждан в бюджетные решения, он крайне эффективен. Но когда им правильно, в общем-то, пользуешься. И вот сейчас я готов, собственно говоря, и обсуждать, вот мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем, те вообще разные возможности, которые существуют. Какие проектные центры бывают? Вариантов очень много. Кто-то делает ставку там на архитектурные и технические решения, кто-то делает ставку на работу с гражданами. Не важно, какие проекты и какие бюджетные средства, какого уровня расходуются. Кто-то делает ставку на универсальные проектные центры, которые занимаются одновременно поддержкой и муниципальных образований, и школ, как учреждений, и других субъектов, которых можно применять механизм. То есть полномочиями можно разными нагрузить? Да. И самое главное, вот Сергей хороший пример привел, то, что этот механизм всегда используется со смыслом. Вот у ППМИ раньше был четкий смысл, там, да, была борьба с патернализмом, было желание вовлечь жителей, потом мы увидели, что это хороший инструмент повышения финансовой грамотности, да, вот в этом ключе мы... Я увидела, что это хороший инструмент зарождения доверия между гражданами и властью. Абсолютно, абсолютно. Но доверие это самое высшее, что ли, смысл и ценность. Но если мы будем создавать проект для рождения доверия, мы, скорее всего, ничего не добьемся. А если мы будем достигать реальных целей и будем делать это взаимноответственно, то мы, конечно, это добьемся. Вот. И здесь нужно говорить о том, что перед государством сегодня стоят колоссально разные задачи, где механизм инициативного бюджетирования может решать очень разные вопросы. Я думаю, вот Владимир Владимирович не дал мне соврать и, может быть, даже рассказывает про школьное инициативное бюджетирование. Про школьное мы сейчас поговорим. Потому что я, вот, например, как человек, который очень много лет провел во взрослом инициативном бюджетировании, вдруг увидел совершенно новую грань, которая позволяет формировать наше будущее другим, будущее наших детей. И оно становится более светлым, более, ну, скажем, я могу быть уверен в завтрашнем дне, если буду знать, что, например, мой ребенок будет заниматься со школы решением бюджетных вопросов. Потому что это колоссальные возможности для его личного воспитания, его подготовки к жизни. Про детей сейчас поговорим. Давайте мы небольшую паузу сделаем на рекламу. Вернемся через полминуты. Возвращаемся в студию. Напоминаю, Михаил Шевелев, Евгений Дрогов, кировские представители Альянса консультантов инициативного бюджетирования и гости нашего города, которые приехали на слет консультантов инициативного бюджетирования. Владимир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Елена Мрачек, заместитель директора, начальник отдела Института государственного и муниципального управления при правительстве Красноярского края. И Сергей Арестов, заместитель директора учебного центра Министерства финансов Ставропольского края. Говорим сегодня про инициативное бюджетирование. Как раз вот в эти минуты фактически в Кировской области открывается слет. Вот мы до перерыва начали говорить про школьное инициативное бюджетирование. Но прежде чем мы более подробно начнем это разбирать, я все-таки у Владимира Вагина хочу спросить. Вот мы в первой части программы говорили о том, что для того, чтобы проект развивался, все-таки может быть необходимо в каком-то виде оформить это либо в центр, либо в какой-то проектный офис, либо еще что-то. А вот те законы, законопроекты, которые были приняты, они как-то вообще мотивируют власти регионов что-то подобное у себя на территории создавать? Или это не обязательно для них? Вот мне кажется, что если из Москвы не скажут, надо сделать, не сделают. В данном случае, может, и хорошо. Да? Да. И не всегда из Москвы говорят что-то такое, что приносит реальную пользу. Поэтому тут надо исходить, в первую очередь, из интереса региона. И если в регионе есть потребность в таком проектном центре, его надо создавать. Если проектный центр может существовать в том виде, как он в Кировской области существует, это на самом деле самая современная, рыночная, самая экономически правильная модель проектного центра. Да? Потому что проектный центр в Кировской области формировался, а мы считаем, что он есть. Да? Что он, может быть, его нет де-юре, но де-факто он есть. Он формировался вокруг заказов, которые орган государственной власти выставлял на торги. Соответственно, группа консультантов получала заказ на сопровождение инициативного бюджетирования. И замечательно на протяжении ряда лет это осуществлялось. Это одна из моделей деятельности, на самом деле. Но больше-то этой модели нет. Она сейчас-то у нас не работает. Есть ощущение, что немножко все на самотек как-то пущено. То есть вот все идет по привычным релесам. Я не знаю, правильно ли я Евгения поняла Дрогова. Но дело здесь все-таки, вы знаете, я хочу, чтобы мы правильно здесь ставили точки над «и». Ведь сами консультанты и проектные центры – это не самоцель инициативного бюджетирования. Это всегда следствие того, каким инициативное бюджетирование является и как оно развивается. Если в Кировской области два года на тормозе стоит инициативное бюджетирование, какой тут может быть проектный центр? Ну, был бы проектный центр, что бы он изменил? Ничего бы не изменил. Здесь на самом деле вопрос в другом. А в том, есть ли понимание того, а где может быть применено и использоваться инициативное бюджетирование в Кировской области? Да, была прекрасная программа сопровождения ППМИ на протяжении ряда лет. Ну, хорошо, появилось сейчас у власти понимание, что надо что-то другое. Да, что ППМИ уже не столько актуально. Замечательно. Но это же не означает, что для инициативного бюджетирования исчезло пространство для реализации. Есть много других вещей. Вот я один пример приведу. Вот вчера мы заехали в один из микрорайонов, замечательный, новый, Кировский. И я с удовольствием смотрел на этот микрорайон и видел, как действительно прекрасно он построен и сделан. Но вы знаете, что обращает на себя внимание? Мы были там уже поздно достаточно, около 11 часов вечера. И по этому микрорайону ходят дети в возрасте с 13 до 17 лет. Да, значит, развлекаются тем, что ездят на тележках торговых, занимаются тем, что сидят на скамеечках, громко разговаривают. Но вот в 11 часов закрывается пятерочка, и это последний объект, который работает вообще в этом микрорайоне. Который светится в этом микрорайоне, да? Да нет, светится много чего, но открыт до 11 часов только пятерочка. Вот они это знают, они идут к пятерочке уже, чтобы купить там себе воду, еще чего-то, и расходятся по этому микрорайону. Вот что здесь важно? В микрорайоне нет ничего из инфраструктуры, которая могла бы быть для этого возраста, значит, для подростков, да, вот для этого возраста как раз. И это не только в этом микрорайоне. Точно так же вот по всему Кирову, если посмотреть, что творится в это время, да, нам никуда нет естественный процесс развития, да, этой возрастной группы, этой возрастной когорты. Они хотят в это время социализироваться, они в 11 часов хотят быть на улице, но у них нет вообще инфраструктуры никакой в городе, чтобы им, значит, где-то можно было сесть. У них нет еще денег, они еще не зарабатывают, да, и они в результате идут на детские площадки, которые предназначены не для них, они в результате сидят на скамеечках и шумят под окнами домов, да, и это тоже не место, где они должны быть в это время. То есть этот естественный процесс не имеет естественной инфраструктуры городской для молодежи, да, и ведь это один из примеров. У инициативного бюджетирования есть много других сфер, очень много чего. И самое-то главное в инициативном бюджетировании что? Создать условия, которые позволяют гражданам участвовать в государственном и муниципальном управлении. Вот для чего нужно инициативное бюджетирование. Так получилось, что действительно через бюджетирование такого рода вовлечение оказалось наиболее эффективно сегодня. Это самая эффективная из форм участия граждан в государственном муниципальном управлении. Мы в этом смысле идем впереди прочих практик, прочих моделей, но пространство очень широко для этих целей. Если уже считает Кировская область, что все, в селах и малых городах все сделано, и не надо больше помогать инфраструктуре, можно с этим закончить, ну хорошо, значит, решили эту проблему. А что, других проблем нет? Я в инициативное бюджетирование, как самая современная и продвинутая технология вовлечения граждан работает, что нет больше таких задач? Все задачи решены уже? Не все, не все. К школьному инициативному бюджетированию, я так понимаю, что вот такой у нас был пролог. Давайте подберемся потихонечку. Эта идея, она тоже в Кировской области была озвучена несколько лет назад, и с той поры, собственно говоря, хотя вроде были какие-то подвижки, ничего не происходит. Ну, у нас было несколько встреч с Министерством образования, да, и на самом деле тут вопрос, есть понимание, есть желание запустить. У кого? У руководителей наших ведомств. Так. Но это желание, оно в основном декларативное, потому что чтобы запускать... Тогда это не желание. Ну, почему? Те, кто не хотят делать, найдут причины, почему не делать. Но я не про это. Я в данном случае говорю о том, что вот сегодня, тогда, когда мы встречались, может быть, еще не было тех концепций, которые я бы готов был горячо поддерживать. Но сегодня, вот, например, научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации разработана концепция школьного инициативного бюджетирования как практики, основанной на воспитании граждан, то есть на воспитании детей. И вот с этим подходом я абсолютно готов, например, и согласиться, и всячески участвовать в том, чтобы эта практика появилась в Кировской области. Почему? Потому что, во-первых, ну, нам же часто говорят, что денег нет. Ну, и, собственно, и поэтому давайте, ну, по этой причине денег нет, мы ее реализовывать не будем. Но как показывает наш опыт реализации проектов в Ханты-Мансийском автономном округе, благодаря тому, что... А там деньги есть. Нет, дело как раз не в этом. Не в денег, вы расскажите лучше. Да, вы знаете, я вот прямо вот с этого последнего насчет денег в Ханты-Мансийском автономном округе, конечно, это один из самых, наверное, богатых регионов России, никто с этим не спорит. Но парадокс в том, что школьное инициативное бюджетирование в Ханты-Мансийском автономном округе развивается не на деньги округа, оно там развивается на деньги, которые в бюджеты школ выделяют на эти цели. То есть сама школа в своем бюджете отводит часть на инициативное бюджетирование. И это очень жесткая модель, то есть мы не мотивируем участвовать из-за того, что мы деньги новые приносим. Нет, это те же самые деньги бюджета школы, но у нас уже сегодня в округе появилось большое количество школ, которые прошли один и теперь уже второй цикл, и которые поняли, какой огромный воспитательный и образовательный эффект дает инициативное бюджетирование. И особенность модели, о которой Михаил говорил, заключается в том, что мы не приходим с чем-то внешним для школы, а мы укоренили в образовательной программе, воспитательной. В каждой школе есть своя рабочая программа воспитания, которая в соответствии с уставом, законом составляется. Так вот мы сейчас нашли место в этой рабочей программе воспитания инициативного бюджетирования. Мы говорим сегодня, что инициативное бюджетирование может быть частью модулей предметно-эстетическая среда, самоуправление. Более того, разработчики рабочей программы говорят о том, что и в целом можно говорить о самостоятельном направлении. О модуле, может быть, даже отдельном, посвященном школьному инициативному бюджетированию. Потому что благодаря школьному инициативному бюджетированию у школьников появляется ощущение сопричастности тем процессам, которые происходят в школе. Вот у нас только что произошел эксперимент, мне кажется, его можно в полном право назвать прорывным экспериментом. И даже экспериментом, наверное, неправильно, потому что там все по-серьезному было. Никто там не экспериментировал. Школа в Кумертау организовала пришкольный лагерь для старшеклассников. Помните, были раньше такие отработки, когда людей загоняли, школьников загоняли, и надо было там месяц, месяц, две недели. Надо было отрабатывать из-под палки, ходить через лагерь. И в теплице, и на грядках, да. Что произошло в Кумертау? В Кумертау впервые была реализована такая модель пришкольного лагеря, когда школьников не загоняли туда из-под палки, а была создана система мотивации, которая давала соревнования между школьниками за право реализовать свой проект. И какие это были проекты? Это были проекты по ремонту класса, по ремонту раздевалки, по какому-то объекту конкретному в школе. Вот это вот вовлечение школьников в дела, которые в школе происходят, не такое, что вот тебе царский подарок, пожалуйста, возьми, только не приставай к нам. Вот тебе отремонтированный класс, когда родители ремонтируют, и вся школа на ушах стоит. Вот тебе еще чего-то. Они приходят и говорят, да ну, да что, да тут не то, да это. Вот когда сами они участвуют в этом, сами разрабатывают проект этого ремонта, сами ищут цены на стройматериалы, договариваются, как их можно сделать дешевле, да, после этого они сами в этом участвуют, так это совсем другая сопричастность. Они приходят после этого в школу, которая становится их школой, да. И мы видим сегодня, что действительно в тех школах, где реализуется инициативное бюджетирование, эффекты налицо. Мы видим среди вовлеченных школьников, что их отношение к школе меняется. Она уже не место, куда они приходят ненадолго, как в офис, да, она становится родным домом. Разве не об этом мы мечтаем, чтобы наши школьники, наши дети ходили в такую школу, куда они идут с удовольствием и считают ее своим вторым домом. Ради не этого, вот не такую школу мы все хотим. Да все хотим такую, конечно, только не у всех получается. Совершенно верно, и поэтому школьное инициативное бюджетирование, в котором есть вот эта вот составная часть, когда школьники вовлекаются в самые важные процессы, в определение того, как расходовать хотя бы часть школьного бюджета. Когда сами участвуют в самых важных процессах внутри школ, когда к ним перестают относиться, в общем-то, как к детям. Они в этом случае выступают полноценными участниками процесса. Они как взрослые определяют бюджет, они как взрослые решают, надо видеть, как эти дети меняются. Они становятся совсем другими детьми. А вот интересно, кстати, какие проекты дети выбирают? Школьники? Ну, сейчас уже технология, в принципе, более-менее... Разработана, да? Понятно, да. Есть 16 регионов Российской Федерации, кто уже участвует в школьном инициативном бюджетировании. У нас сейчас проходит вот уже, ну, он проходит ежегодно уже шестой раз Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования. Второй раз, второй год в нем есть номинации школьные и молодежные. Вот мы только-только получили результаты и смотрим сейчас, что получилось. Но, значит, вот по тем школам, за которые мы наблюдаем, видно, что на первом месте стоят проекты благоустройства внутри школ, создания комфортных условий внутри школ. Дети с удовольствием делают лаунж-зоны, каворкинговые зоны. Вот, ну, в общем, вот это, наверное, такой хит. Но при этом это не означает, что это вот единственное. У детей очень интересные патриотические проекты бывают, да, которые они сами приходят с интересом и хотят действительно... И это тогда совсем другое отношение их вот к тому, что они предлагают. А по большому счету вот такого рода проекты, они формируют вот тот патриотизм, который реально учит любви к своему родному городу, к своему родному поселению, к тому месту, где человек родился, когда он своим трудом начинает в этом участвовать. И когда он в школе пройдет через это, он уже потом взрослым будет по-другому относиться к взрослому инициативному бюджетированию. Будет в нем, нам кажется, безусловно, участвовать. Но вот эта история, про которую вы говорили, когда дети в микрорайоне не знают, куда деться, мне кажется, что даже не на территории школы, а на территории микрорайона можно было бы что-то подобное задумывать. А это другая история. Видите, мы же разбираемся в деталях этого процесса. У нас же ни в каких учебниках это не написано, и мы не копируем эту методологию. Сказать о том, что где-то там, не знаю, в благополучных странах это уже сделано, ничего подобного. В этом смысле Россия идет впереди, впереди многих по пониманию этого потенциала, этого процесса. И мы сегодня говорим про то, что есть действительно инициативное бюджетирование для взрослых. Есть инициативное бюджетирование, инклюзивные проекты, когда вовлекаются действительно люди с ограничениями здоровья. Есть школьное инициативное бюджетирование, которое является частью образовательного, воспитательного процесса в школах. А есть молодежное инициативное бюджетирование, которое на самом деле совсем другое. И его делают муниципалитеты для молодежи, которая ушла из школы и ушла ради отдыха, ради коммуникации, ради социализации из дома на несколько часов. Вот как быть с ними, этого сегодня не знает никто. И педагоги этого не знают, и муниципалитеты этого не знают. И нам кажется, что если нам удастся действительно создать для молодежи такую практику, которая действительно станет им интересной, если они вначале определят, а какого рода инфраструктура им нужна. Вот кто знает, какая действительно инфраструктура нужна сегодня подросткам от 12-13 до 17 лет. Что им нужно? Наши скажут скейт-парк. Скейт-парк это только маленький кусочек. Маленький кусочек. И по нему есть, к слову сказать, отдельная история, как их создавать. И плюс ко всему, где их создавать. Это тоже очень все непростые вещи. Но не это, к слову сказать, является такой инфраструктурой. Я специально и давно уже коллекционирую кейсы в разных местах. Я на них наталкиваюсь иногда. Вы знаете, что самое смешное? Вот я когда говорю об этом, люди улыбаются. Да ну разве может это быть такое? Детям очень нравятся лестницы. Лестницы. Какая лестница? Лестница. Вот лестница, на которой можно сидеть. Которая там не является сценой. И на этой лестнице можно сидеть там разными вот... А если под этой лестницей есть турники, еще какие-то спортивные, если она не под окнами, да, где они сидят после 11 часов. И мешают жителям. И мешают жителям, да. То вот это, к слову сказать, один из предметов той инфраструктуры, в которой действительно нуждается молодежь подросткового возраста в наших городах. Но это не единственное. У нас же, смотрите, что произошло. В Советском Союзе существовало большое количество разных кружков поинтересам. В подвальных, в полуподвальных помещениях выдавили оттуда молодежь за несколько десятилетий. Там теперь другие сидят общественные организации, не молодежные. Да, а молодежь-то осталась на самом деле без этих помещений. Может быть, пора и пришло время подумать о том, что, в общем, часть этих помещений все-таки молодежи обратно отдать. Совершенно точно это не помешает. И это функция общественного контроля здесь, и одновременно с этим место, куда действительно молодежь придет. Поэтому вот я так много об этом говорю, потому что считаю это актуальнейшей темой. А молодежь, да, вот молодежь, я прошу прощения, даже что перебиваю, у нас просто не очень много времени остается. Молодежь вообще, она, как сказать-то, готова вовлекаться только на период обучения, например, в школе или в вузе, или, не знаю, в техникуме. Или когда она уходит во взрослую жизнь, она вот в эти проекты тоже в них участвует. Мы ведь не угадаем. Не угадаем. Только попробовать можно. Да как раз нужно разговаривать с ними, то есть их нужно вовлекать. Нельзя для них, ну, у нас есть такая хорошая поговорка, нельзя человека здесь сделать насильно счастливым. Нельзя молодежь сделать, как бы сказать, сделать для нее что-то по лекалам, придуманным взрослым, без ее вовлечения. Вот как вовлекать молодежь, почему она должна вовлекаться, это очень серьезный вопрос. Владимир Владимирович как бы рассказал, да, по сути, это, наверное, один из триггеров, почему мы собираемся. Почему мы вообще захотели собраться, потому что на самом деле мы когда начали обсуждать это, еще в онлайне несколько раз собирались, то выяснили очень много-много аспектов, которые просто необходимо проговаривать и обсуждать. И в том числе вот задачей нашего слета, мы хотим, чтобы наш слет был регулярным и практичным, как Елена сказала. А вы переезжать будете еще из региона в регион, я так понимаю, да, со слетом? Может быть, не каждую неделю, да, но будем, конечно же, стараться к этому. Но мы даже этот слет проводим на сегодняшний день в двух городах. То есть мы собираемся в городе Кирово-Чапецке и будем по вопросам работы с молодежью, будем, несомненно, работать в практическом поле. И за это большое спасибо Елене Михайловне Цавиной, которая, ну, скажем так, неравнодушная и делает, правда, очень много делал для этого. Глава Кирова-Чапецка, да. И вот. А для нас это тоже очень важно, потому что когда мы начали... Дети и подростки вовлечены в решение вопросов благоустройства, как минимум. Это как минимум, потому что вот то, что Владимир Владимирович рассказывает, просто элементами благоустройства не сделать. Да, можно сделать и лестницу, скажем так, да, но не там, не ту и не так. Не для тех. Не для тех. И не для тех, да. Вот. Поэтому эти все вопросы, они должны быть взаимовязаны. И самое главное, это должна быть цель, это должны быть средства, это должно быть сопровождение, и это должны быть, ну, я вот так называю это здравым смыслом, потому что нельзя работать, ну, через механизм давай-давай, вот мы вам там даем денег, давай вот срочно через две недели и сделай нам проект, и отчитайся. То, что мы говорим про 5%, я уверен, что все муниципалитеты с 5% отчитаются к положенному сроку. Вопрос в том, реально ли это вовлечение жителей в решение вопросов бюджетных, это другой вопрос. Две минуты. Да, тут как раз к вопросу о том, как вовлекать, да, это вот то место преломления модели в практику, которое мы, в общем-то, хотим обозначить, да, но это не пройденный никем путь, и, как говорят англичане, только надев ботинок можно узнать, в каком месте он жмет, вот мы хотим несколько пор обуви перемерить за эти два дня, чтобы понять, как это может быть на самом деле. Ну, я надеюсь, что после слета будет возможность и после реализации обмена опытом постоянного, да? Вообще, на самом деле, хотелось бы, чтобы кировские школьники, например, по обмену опытом ездили в Красноярский край, в Ставрополье, в Москву, еще куда-то. Я, пользуясь случаем, могу завершить тем, чтобы пригласить тех, кого мы пригласили, для того, чтобы провести вот то обсуждение. На самом деле, мы готовы помогать всем нашим представителям власти, города, экспертным общественным организациям. А я завидую Кировской области, что у нее есть действительно целая генерация прекрасных консультантов, которые сегодня, спасибо Кировской области, помогают нам. Так, что-то непонятное происходит, но продолжайте. Которые помогают нам в реализации проектов инициативного бюджетирования по разным регионам Российской Федерации, помогают нам в Узбекистане. И это, на самом деле, конечно, нам это очень здорово, и нам очень приятно, что есть такие, но я удивляюсь Кировской области. Как можно так безхозяйственным образом относиться к тем компетенциям, которые есть у Кировской области? Это, на самом деле, конечно же, неправильно. И я хочу пожелать успехов, я хочу пожелать успехов Кировской области в том, чтобы все-таки инициативное бюджетирование опять вывело Кировскую область в число лидеров этого процесса. Вот уж мы-то в Кировской области на это очень рассчитываем. Спасибо большое нашим гостям, всех приглашаем на слет, те, кто смогут прийти, да, и просто прощаемся. Владимир Вагин, Михаил Шевелев, Елена Мрачек, Сергей Арестов, Евгений Дрогов сегодня были у нас в гостях. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова